Садовый мир Многих тоже как-то затронет, и может быть у кого-то тоже такая ситуация в жизни. У меня у подруги мама очень слабо стала видеть с возрастом, и в силу особенностей со здоровьем ей не делают операцию. А дочери очень хочется, чтобы она продолжала своими любимыми цветами наслаждаться, и поэтому она буквально наполнила сад ароматами цветов. То есть она как можно больше стала сажать ароматных растений. И из таких растений я вот сейчас хочу остановиться на однолетничках, которые мы с вами должны каждый год сажать. Понятно, что у нас и многолетние растения пахнут с вами. Это и нарциссы, и сирени, и чубошник, и копионы, турецкая гвоздичка, да, которая сама размножается. Ну а вот эти вот растения мы должны каждый год сажать. Это, например, алису, или как она по-другому еще называется, лобулярия. Вот посмотрите, она бывает белых расцветочек, бывает сиреневых расцветок, еще и розовые сейчас существуют. Вот знайте, пожалуйста, что они есть и кустовой формы, совсем низенькие, и ампельные, которые могут свисаться из кашпо. Их можно посадить рядом с крылечком, где-то, где вы чаще всего бываете. Вот такие замечательные, совершенно душистые горошки. Посмотрите, тоже, какие они разнообразные, и белые, и сиреневые, и ярко-розовые. И вот даже я выбрала для себя, аж два пакетика купила, голубые, потому что очень люблю голубой цвет. И вот эти душистые горошки тоже потрясающе пахнут, просто изумительно. Их можно тоже на беседочку или на веранду, на крылечко подвязать. Они вообще на уровне ваших обонятельных органов будут находиться. То есть даже наклоняться не придется, да? И выглядит это совершенно изумительно, и пахнет замечательно. И вот, наконец, чем мы с вами сейчас будем заниматься, это душистый табак. Все его прекрасно знают, все очень любят, о чем я хочу сказать. Дорогие друзья, душистый табак сейчас стали выпускать гибридный. И он вот таких вот бывает ярких очень оттенков, как питония, то есть и розовые яркие, и пурпурные, и красные, и белые, и даже вот темно-темно-фиолетовые. Но вот, пожалуйста, обратите внимание именно на аромат, потому что вот такой гибридный душистый табак иногда бывает без аромата. Специально, надо сказать, его вывели, потому что у некоторых людей бывают аллергии на сильные такие ароматы. Поэтому читайте в описании, чтобы там было указано действительно, что это ароматное растение. Хочу привлечь внимание вот к двум вот этим вот растениям. Посмотрите, здесь вот даже флакончик с духами такой вот показан, и написано, что это серии парфюм. То есть это точно, что вот этот душистый табак, он имеет аромат. Вот в уголочке этот флакончик с духами, и вы уже не ошибетесь. И вот здесь вот тоже, посмотрите, иностранное словечко тоже называется серии парфюм. То есть это точно уже душистые растения. Как мы будем сеять, я сейчас вам покажу. Смотрите, не случайно подготовила вот такую обычную емкость, да, и вот такие вот ячеечки. Дело в том, что этот душистый табак, он продается в разных видах. Вот, например, посмотрите, такая ампулка. И в ней душистый табак, который находится в специальных драже. Наши вещества там, которые и стимулируют прорастание, и делают эти наши семена крупнее. Вот, потому что душистого табака очень мелкие семена. Посмотрите, что я хочу еще вам показать. Вот это вот пакетик, и там вот такое количество семян, да. А вот другой у нас пакетик вот с такими голубыми, цветочками редкая окраска. Там всего лишь 5 семян. Поэтому читайте, пожалуйста, на упаковочке. Вот здесь написано, либо в граммах даются эти семена, либо прямо написано, что это 5 всего драже. Если вам 5 растений мало, понятно, что вам нужно будет купить не один пакетик. Ну, а вот здесь этот пакет. Вот, посмотрите, как щедро насыпали этих семян. И они без всякого драже. Это вот прям мелочь такая. С плохим зрением тут и отдельные семена-то не разглядишь. Только на ощупь их можно потрогать, что они действительно там вот эти вот горошники катаются. Естественный посев у нас с вами будет разный, правильно? Поэтому мы сейчас вот подготовили. Вот первое мы возьмем песок и будем смешивать наши вот эти открытые семена. Открытые семена будем смешивать с песком. Посмотрите, какая пропорция. Вот очень многие спрашивают, сколько брать песка и сколько брать этих семян. Дорогие друзья, это не продукты, которые мы дотошно выясняем, а сколько вешать в граммах. Да, это не рецепт какой-то у нас, где там вкус зависит от количества грамм. А вот это у нас с вами просто для удобства. Вот всего-то, посмотрите, коричневые вот эти вот семена и большое количество песка. Оцените, во сколько раз это больше. То есть в разных литературных источниках говорится смешивать один к пяти, один к десяти, один к двадцати. Да как вам угодно, как вам будет удобнее это сеять. Мы смешиваем все это, чтобы у нас вот эти вот семена разошлись. Для чего это нужно делать? Для того, чтобы наши посевы были более равномерные и не получилось у нас где пусто, где густо. То есть вот такие мелкие семена, они сеются всегда одинаково, всегда только по поверхности, без заглубления в почву. И способы посева существуют разные. Я на примере лабелии показывала, у нас есть несколько видеороликов про посев лабелии, что там из бумажки просто сложенной вдвое вот так вот можно посыпать вот эти семена. А можно вот так вот делать, посмотрите, хорошо разошлись у меня эти семена. Песок, кстати сказать, должен быть мелкий. Вот если мы для разрыхления почвы говорим, что нужен крупный песок, то здесь песок должен быть именно мелкий. Чтобы по размеру он примерно соответствовал нашим вот этим вот меленьким семенам. Ну вот будем считать, что я вот так это все смешала хорошенечко. Тут, кстати сказать, очень даже хорошо видно вот эти вот семена. И мы просто можем их вот так рукой сеять вот по поверхности. Смотрите, я сею равномерно, распределяя песок. На темной почве тоже отдельно видно, где у нас песок, где у нас незакрытая земля. Видите, я стараюсь покрыть все участки и вот даже по краешку везде я распределяю. Между прочим, у краев, вот там где у нас стеночки уже и земля соприкасается с этими стенками, очень хорошая рассада вырастает. Там много воздуха около этих стенок. И вот таким вот образом мы с вами очень просто сеять с песком. Очень просто. Не надо вот там между пальцами у вас прилипают эти семена к бумажке, они электризуются. А здесь вот так вот насыпали. Сейчас я ускорю этот процесс. И очень даже равномерненько должно у нас все получиться. И этого душистого табака, вот из этого количества, если он хорошо взойдет, ну, качество семян, знаете сами, что очень бывает разное. Бог знает, как вот эти вот семена хранили где-то там на складах, да. Сейчас можно даже в крупных магазинах нарваться на то, что приобретешь семена, которые не сходят. Если они все взойдут, то сад будет просто благоухать, просто благоухать. Ну, смотрите, как мы все равномерно покрыли, да. Земли-то у нас с вами и не видно. Теперь смотрите, что я вам еще хочу показать. Вот такой посев нужно проводить по хорошо увлажненной почве. То есть вы заранее проливаете вот эту вот землю, которую вы наполнили. Вот я еще, я только немножечко тут. Вот. Заранее хорошо проливаете землю и уже на хорошо увлажненную почву сеете вот этот вот песок, да. Сейчас я почву не увлажняла. Сейчас покажу вам, как интересно можно поливать вот такие вот посевы. Пишут еще в некоторых источниках опрыснуть из пульверизатора. Не советую этого делать, потому что вот эти мелкие семена от распылителя, они могут и в стороны куда-то сбиться, и с водой все равно заглубиться в почву сильнее. И у нас с вами получится уже неравномерный посев. А мы же старались с песком-то распределить как можно более равномернее. Мы с вами поливаем, смотрите, в поддон. Специальный поддончик взяла больше, чем вот эта емкость. И вот так удобно очень поливать вот этот поддон. Вот. И у нас вода впитается через наши дренажные отверстия. Постепенно она эту воду впитает. Воду я взяла горячую. Это тоже очень хорошо для посев вот таких вот мелких семян. Почему так происходит? Вот с этой горячей водой, когда почва у вас будет теплая, происходит более ускоренное прорастание вот этих вот семян. Сейчас у нас постоит земелька, и вы увидите, что она хорошо очень впиталась, и почва у нас стала влажной. У нас с вами идет процесс впитывания влаги в этот контейнер. Уже я еще раз подлила туда водички, опять же горячей, как я вам говорила. И сейчас мы приступим к посеву душистого табака вот из этой ампулки. Теперь я уже буду сеять вот в такие мелкие кассеты. И здесь я заранее пролью их водой. Они у меня с поддончиками. Мне эти кассеты очень нравятся, потому что размер у них такой замечательный. И здесь в одной вот такой кассете 9 сразу ячеечек. Благодаря этому можно много растений поместить под лампу. Потому что вот эти вот маленькие все всходы, а у душистого табака, да, собственно, у всех растений, которые из мелких семян, у них очень меленькие всходы. Если вы их поставите на окно, где недостаток света, они сильно вытянутся у вас, дорогие друзья. Поэтому ставьте, пожалуйста, я всем рекомендую, под лампу. Тогда получите хорошую рассаду. Это и душистого табака касается, и питуньи. Вот питуньи-то все, наверное, любят сеять, да? Ну, вот так у нас будет пока впитываться. Вот мы сейчас вынем эти ампулки. Раскроем ее. Как они ее закупорили. Так. Вот здесь раскатились сразу наши семена. 5 штук. Вот они зелененькие катаются там. Вот видно, нет? Вот. Как мы их с вами будем сеять? Вот тут у меня чайничек. Кстати, смотрите, что там грязная вода. Это остатки фитоспорина, которые я для рассады баклажанов и капусты использовала. Вот, посмотрите, берем на кончик зубочистки. Вот она к мокрой зубочистке прицепилась. Это гранука. И мы аккуратненько ее помещаем сюда. Не присыпаем. Вот она в центре у нас там сидит первая. Дальше мы берем вторую. Тоже помещаем. Не присыпаем. Берем третью. Вот так у нас идет этот процесс. И вот последнее у нас, пятое. Это у нас будет голубой вот такой душистый табак. Я сейчас вот здесь вот между вот этой вот... Ну, чтобы вам не загораживать, просто вот с этой стороны, где у меня этот голубой, как раз я и помещу вот этот вот пакетик, чтобы мне потом не забыть. Так, теперь мы из другой ампулки высыпем. Это более щедрый производитель. Ну, посмотрите, совершенно такие же вот зелененькие, красивенькие. И точно так же мокрой зубочисткой мы будем их с вами цеплять. Процесс абсолютно несложный. Вот, мы их аккуратно раскладываем. И вот что я хочу сказать о таких семенах, которые мы с вами сеем, не присыпая. Для того, чтобы они не пересохли, первое время у нас должна быть очень влажная почва. Чтобы испаряясь, она создавала влажность воздуха над поверхностью. И вот тогда наши грамулки пересыхать не будут. И мы их еще дополнительно с вами в пакетик поместим. И будут у нас потом замечательные всходы. Вот надеемся на наших производителей, что они нам очень схожие семена предоставили. Ну, вот уже, чтобы мне не делать землю в новой ячейке, я вот по два тут в некоторые положу в разные углы этой ячейки, чтобы мне потом было легче... Ну, вот надо еще намочить. Чтобы потом легче мне было пикировать. Вот так. И сейчас еще три штучки. Это у нас будет с вами душистый табак розовый. Ну, там, кстати, нарисовано, что он даже зелененький. То есть там такая смесь дана. Здесь у нас почти в каждой сидит по две. Так, значит, мы с вами хорошо очень увлажнили. Если нам кажется, что недостаточно влаги, мы сверху не поливаем. Опять так же, как вот в том случае я показывала, вот так вот через поддон. Фитоспорин здесь у нас как обеззараживание почвы тоже идет. Так что для всех растений, в общем-то, он полезен. Итак, последний этап, что мы с вами делаем. Вот эти емкости, которые мы с вами засеяли душистым табаком, должны поставить в пакет. И дальше, вот что я еще хочу сказать, для быстрого прорастания ставьте в теплое место. Для прорастания, особенно таких теплолюбивых цветов, как и питунь, как и душистый табак, температура обязательно должна быть выше 22 градусов. Тогда оно у вас очень быстренько появится. Вот на подоконниках очень часто бывает холоднее. Поэтому ищите где-то теплое место. Может быть, это на кухне будет. Может быть, вы на батарею положите. Сейчас вот батарею, у всех уже можно регулировать температуру, да, или несколько слоев, там, скажем, газеты или полотенце поставили, чтобы такая слегка, вот, тепленькая была температура. Вот эту мы емкость помещаем. И все с вами тоже так же в пакет обернем. Вот так вот. Он у нас с вами, когда будет стоять в тепле, да еще теплой водой, как я вам говорила, я это все поливала, вот на пакете образуется очень такой густой хороший конденсал. И вот в этой влажности у нас будет идти прорастание. Очень важно это вот для таких растений, которые у нас с вами посеяны гранулами. То есть гранула ни в коем случае пересыхать не должна. Тоже так же мы помещаем в пакет. Я туда в поддон добавила воды. Поэтому влажность у нас будет обязательно хорошая. И убираем в теплое место. Дальше, дорогие друзья, непременно следите, заглядывайте буквально каждый день. То есть, вот как только показалось у вас первая петелечка, ни в коем случае не ждите, вот ага листики там появятся у вас, да. Вот петелечкой такой всходит этот росточек. И первые появились и сразу-сразу под лампу. У меня лампа 5 урожаев, ОЖЗ называется. Вы можете использовать другие какие-то. Но я хочу всем еще вот напомнить, что лампа должна низко над этими всходами находиться. То есть, либо приподнимайте вот эти ваши растения. Например, вот два поддона так вот используйте. Поддон на поддон поставьте, да. Но естественно не с семенами, вот это у вас будет, а пустой какой-то. И чтобы приблизить как можно ближе к лампе. Ну вот, и я надеюсь, что вот при таких посевах у нас с вами получится замечательная рассада. Дальше будем наблюдать, как они у нас будут расти. А летом, ну вот камера, к сожалению, не передает ароматов. Но будем нюхать и наслаждаться.